Доброе утро, Болтава! Вчера мы были вместе на футболе, видели матч, и я сегодня Игоря пригласил для того, чтобы он поделился своими впечатлениями. Он долгое время отсутствовал в Полтаве, очень любит Ворсклу, но, к сожалению, за время отсутствия не имел возможности участвовать, не участвовать, а наблюдать матчи воочию. Игорь, давно не видел, что вчера, впечатления после вчерашнего матча. Я извиняюсь за свой голос, я думаю, сорван голос не только у меня, а и у Сачко, потому как, я думаю, у меня сорван голос во время матча. А Вася должен был, должен был его сорвать вчера после матча. Я думаю, еще и пара сбитых костяшек. Ну, это такое, это не метод, но как средство применяется иногда. Впечатления от матча, значит, честно скажу, отличнейший матч, отличнейшая игра, отличнейшая картинка. Пять мячей за матч увидеть на стадионе, это, конечно, не всегда удается, это отлично. Очень плохо, конечно, что наша команда пропустила больше, чем забыла. Я надеялся, что они все-таки сыграют лучше, но мяч круглый, тут сказать нечего. Кстати, я хочу обратить внимание, неделю тому назад Игорь давал интервью одному из ведущих телеканалов Полтавы и давал свой прогноз. 3-0, в пользу Ворсклы. В пользу Ворсклы, но, Саша, но мяч круглый. Да, хорошая игра, красивая игра. Ворскла давила всю игру. Вся игра проведена на половине поля противника. Это серьезно, это красиво, это отлично. Но, тем не менее, к сожалению, не порадовала Ворскла, не порадовала в очередной раз. Перед этим матч 0-0, а тут вообще у себя дома с таким счетом. Не, ну тут первая секундочка матча. Сбило весь ритм? На 30-й секунде матча, на 30-й, после свистка арбитра, на 30-й секунде пропускаем мяч. Тут, Саша, понимаете, какая штука. Тут не доиграла защита. Вот левый фланг вообще у нас проваливался. Вообще. Нету слов. Я дело в том, что видел даже, как после второго мяча в наших воротах, я видел, как многие разворачивались и уходили уже зрители. Не, ну, я понимаю, это можно. Они пришли и посмотрели это все уже на телевизорах. Ну, потерять лучше голос там, а не перед телевизором. Да. Но матч порадовал. Порадовал. Порадовал матч. И хорошо сыгранная команда. И хорошо сыгранная команда противника. Хорошо сыгранная. У них защита была, конечно, очень серьезная. Когда наши туда заходили, сразу же, я видел, фронтом стояли. Разваливались наши, все нападения наши. Разваливались. Защита у них была на высшем уровне. У нас тоже хорошая защита была. Вы же посмотрите, защитники бьют по воротам. Да, Перекладина, да. Чесноков забивает мяч. Пенальти, пенальти. Пенальти вообще как-то бездарно было подарено. Нет, я вам просто скажу, не зря говорят 99%. Вот тот процент. Вот он тот процент, который мы... Неудачи. Да. Неудачи. Это просто кажется. С 11 метров в 7-метровую рамку не попасть. Так он попал. Просто вратарь. Вратарь. Фортуна была не на его стороне. Вратарь, кстати, у соперников, я заметил... Хорошо играл. Отлично отыграл. И всю игру отстоял. Ему отдать должное. Честно вам скажу, вратарь у них бомба. Отпахал пацан все 90 минут. Как есть. Конечно, довольно серьезно. Ну, Игорь, видите, он расположен в плохом виде, все равно хорошее. Нет, ну, это дает какие-то новые наработки. Денная доработка была вчера, значит, она будет исправлена завтра. То есть... Понятно. Давайте о другом немного. Игорь, я знаю, что ты сейчас устраиваешься на работу на одно живое предприятие, что большая редкость в Полтаве. Знаю, что это предприятие работает, не будем говорить какое. И вы ходите... Ты ходишь, да? Да-да-да-да-да-да-да, бывает. Ты ходишь сейчас в медкомиссию проходишь. Твои ощущения, что ты видишь в больницах при прохождении медкомиссии? Отношения и т.д. и т.п. Есть какие-то мнения у тебя об этом? Мнения? Дайте денег. Дайте денег. Везде дайте денег. В смысле? Ну, в смысле заплатить надо за саму комиссию. Да еще надо и туда сбегать, и этому дать, и тут этому дать, и там подарить. В общем... Так это официальные требования денег какие-то? Есть официальные, есть иногда люди просто говорят, вы сегодня у нас личность не из наших. Я из Крыма в последнее время. В последнее время получилось так же, если обернулось, что Игорь жил какой-то промежуток времени в Крыму. Длительное время. Длительное, да. И теперь ты, получается, не наш. Ну, получается так. Я не знаю почему, но теперь нет. Ну, Крым-то наш. А Игорь не наш. Не ваш. Получается, не ваш. Понятно. Ну, вот, хорошего мало. Связь с Крымом есть какая-то? Скайп. Нет, есть телефонная. Дороговато. Дороговато. Связываемся. Ну, что там, как живут? Поменяли флаги. И все? И все. Поменяли флаги, а что от этого? Кто вчера собирал бутылки, тот собирает. Кто ездил на такси, тот, ну, может, новую машину купил. А, ну, понятно. Ну, вот такое у нас доброе утро с моим старым другом. О погоде. Сегодня 28, завтра 30. Послезавтра 33. Жара, жара, жара. Не забываем, что Илья таки... Вот он таки сделал. Это дело. Поэтому уже, прежде чем купаться, надо задумываться. Ну, что? Доброе утро, Полтава. Всем удачи, здоровья. Держитесь от жары подальше. Тенечек. И держитесь, и берегите здоровье. Удачи, всем здоровья. Вам всем привет. А, Саше, спасибо за поздравление с Днем Десантника. А, да, было. Это я Игоря поздравлял. Это Игорь. Он не бывший. Он просто десантник. Всем здоровья. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!